Трассовое испытание Рио 2018 года В плане как закладывает в повороты Разница с Вестой практически незаметна Также отлично рулится что Веста, вот этот поворот я проходил Что Рио Достаточно на большой скорости, как вы видели, проходили Никаких кренов, ничего нет Дальше, что касается раскачки Как пишут многие блогеры Едем сейчас 80-90 километров На шестой по сути передаче Обороты двигателя 2000 километров Средний расход получается 9 Двигатель еще пока не обкатан Спокойно на скорости 90 километров Даже намека на раскачку или какие-то вибрации В машине не ощущается В машине очень тихо То есть по сути я слышу Как на заднем сидении при проезде стыков Куртка джинсовая, заклепки шелестят Двигатель исключительно обкатывается на низких скоростях Чтобы все хорошо притерлось Но как видите При 140 Реально многие писали Я реально этого боялся Что 140-150 будет раскачка Шумы слышите То есть мою речь можно слышать Хотя записываю без микрофона Но на 140 Никакой раскачки нет Здравствуйте друзья Вновь приветствую на своем канале Обзор на Рио 2017 года Четвертое поколение Это мой новый автомобиль Ладу Весту я продал Будет видео именно как продавал Нюансы трейдина в 2018 году Есть разные виды трейдина Об этом и расскажу И надеюсь это вам будет интересно Но сейчас же общий обзор Да я не буду углубляться в тонкости данного автомобиля Об этом будет чуть позже Скажем так Обзор владельца бывшего Веста И пересевшего на Рио Расскажу в общих чертах Что понравилось Что не понравилось И какие-то может быть тонкости Именно в сравнении с Вестой Немножко давайте про деньги Данный автомобиль Это комплектация комфорт Это первая комплектация с двигателем 1.6 123 лошадиных силы 150 ньютон метр Ради которого по сути я и брал Этот автомобиль Стоит 780 тысяч рублей Веста в комплектации комфорт Сейчас в принципе на 100 120 тысяч дешевле Точно сказать не могу Потому что и Веста поднимает цены И соответственно Рио У нас будет дорожание С первого месяца лета Поэтому Но в среднем Повторяю Вот комплектация комфорт Веста Комплектация комфорт Рио 100-150 тысяч Разница Давайте попробуем разобраться Почему автомобиль стоит Дороже чем Веста В чем его плюсы И в чем его минусы Буду немножко по пунктам Рассказывать Да Первое наверное Начнем если мы уже сидим В салоне Про интерьер Именно салона Про дизайн салона Дизайн мне нравится Но не хочу сказать что он хуже Чем у Веста Но дизайн Лаконичен На самом деле Если говорить про Экстерьер и интерьер Мне почему-то напоминает Звездные войны Особенно задница Если сзади смотреть Если бы машина была белая То это маска Имперского штурмовика Ну не знаю Это конечно по внутренностям Дизайна не сокол тысячелетия Но вот Каждый видит свое Да По Фрейду Здесь почему-то напоминает Звездные войны Хотя некоторым напоминает Да вот приборная панель Вак Каждый повторяю Видит свое В комплектации Из интерьера Здесь у вас не будет Подлокотника Подлокотник доставлял сам Об этом расскажу чуть попозже Комплектация достаточно простая Но почему Соответственно сейчас Многие берут Рио и не берут Солярис Потому что даже в самой Минимальной комплектации У вас будет кондиционер А в Солярисе За комплектацию С кондиционером Она вроде начинается Уже от 750 тысяч рублей И нужно доплачивать Здесь же В Рио Даже на самом Слабом двигателе 1.4 На механике У вас будет Кондиционер И в принципе Это приятно Некоторые кстати Интересуются Когда ты покупаешь Новый автомобиль Какой должен быть пробег Когда я брал Рио Пробег был всего 5 километров Поэтому если у вас 500 километров пробега Вы у дилера покупаете Или там 800 Значит как бы машина Уже покаталась Или в тест драйв Кто-то на ней Длительное делал Или еще что Но пробег Больше По сути 10 километров Быть не должен Итак Садясь в Рио Сейчас наверное Вестоводы будут Ликовать Сиденья Сиденья Сейчас покажу Боковая поддержка Нет Но у водительского Сиденья Сейчас можно Даже выйти У водительского Сиденья Нет у нас Поясничного упора Вести у меня был И это было Реально комфортно Из-за этого Отсутствие Скажем так Упора поясничного Хотя сиденье В принципе Неплохое Жесткая Выраженная Боковая поддержка Конечно это Тряпочка Но это Комплектация Комфорт Но Брать Дермантиновые Скажем так В комплектации Люксу Рео Я бы не советовал Попа будет Прилекать Так вот Сиденья На Вести Откровенно лучше Как ни парадоксально Но из-за того Что на Вести Можно Если вы возьмете Комплектацию Где регулируется Поясничный упор Может быть Я слишком стар уже Но Из-за отсутствия Поясничного упора Сиденья Некомфортно То есть Надо привыкать И это как бы Не радует Дальше По зеркалам И по обзорности Если сравнивать Опять же С Ладой Вестой Вот эта Стойка Намного тоньше И обзор лучше Но Если мы берем Зеркала Я не хочу сказать Что они неудобные В них Плохо видно Они хорошо Отдаляют Объекты Но если сравнивать Опять с Вестой Даже сравнивать С Рино Сандера Которое у меня было Я не пойму Почему они сделали Такие маленькие Зеркала Даже в том же Самом Солярисе Обновленном Новом Семнадцатого Года Зеркала Намного больше И если Говорить Про Салонное Зеркало Пришлось Даже Купить Аксессуар Панорамное Да Потому что Оно маленькое Оно не дает Представления О Ситуации Сзади Дальше Немножко Про Мультимедиа Мультимедиа В комплектации Комфорт Представлена Монохромным Дисплеем Есть Разъем Если мы Сравниваем Сладой Вестой Лада Веста В комплектации Комфорт Даже Кнопочная Магнитола Вкупе С колонками Здесь Четыре Колонки И на Весте У меня Было Четыре Колонки Звучит Лучше Если Мы Уже Говорим Ту Весту Которая С Мультимедиа Андроид И С улучшенными Колонками То Она В разы Отличается По звучанию От Штатной Системы В Рио Приятно Что В Рио Есть Управление Музыкой На руле Очень Комфортно Но Я Не понимаю Комплектация В принципе Достаточно Богатая Есть Кожаная Руль С подогревом Да Есть Подогрев Сидений Причем Двухуровневый Даже Есть У нас Глонасс В принципе Глонасс Работает Уже Проверил Глонасс Работает Заметьте По Хэндсфри То есть Без Телефона Встроен Микрофон Но Почему Копеечный Блютуз И копеечный Микрофон Нельзя Встроить В магнитолу Чтобы Можно Было Подключить Телефон И Соответственно В пути Разговаривать Я этого Понять не могу Ни на руле Нет Клавиш Ответить По телефону То есть В более дорогих Комплектациях Это они сделали Но в комплектации Комфорт В принципе Вести В комплектации Комфорт Эта функция была Но мне по сути Не повезло С магнитолой Был небольшой брак У меня Как бы Функция Это была По блютузу Но собеседник Меня не слушал Не слышал Микрофон Почему-то В магнитоле На вести плохо работал Поэтому мне пришлось Магнитолу поменять Поставить андроид И на андроиде Уже все хорошо Связывалось И собеседник Меня слышал Здесь же просто Блютуза нет Соответственно Магнитола Ввиду Не очень качественного Звучания Отсутствие Блютуз Со временем Будет меняться Будут про это Видео Но наверное Ее начнем Апгрейдживать Замена колонок Но это Задел на будущее Ну вот В принципе По Салону Наверное Все Сиденье Менее удобная Музыка Чуть хуже Чем на вести В остальном По эргономике И по удобству Именно переключений Они в принципе На одном уровне Единственное Что соответственно В Рио Как я уже говорил В комплектации Комфорт Не хватает Подлокотника Подлокотник Это колхоз Опять расскажу Попозже В комплектации У Веста Комфорт Был подлокотник Господа Уже подняли Рио На подъемнике Посмотрим Просто днище В плане обработки Это подарок От дилера Еще раз Спасибо Румус Авто Давайте посмотрим Просто подвеску Подвеска Макферсон Спереди В принципе Все достойно Интересно выглядит Выхлопная система Да Если сравнивать С Ладой Вестой Резинки Толстые Достойные Никаких проблем Никогда По Рио Я не слышал Чтобы резинки Рвались Гофра Интересно выглядит Да Там у нас Опять же Кат коллектор С катализатором Потом идет Резонатор Раз Резонатор Два И соответственно У нас идет Глушитель Глушитель Достаточно большой Никакого отношения К русским Запчастям Он не имеет Подвес Опять же На двух Толстых Резинках И заметьте Насколько здесь Толстая Резинка Которая держит Край глушителя В сравнении С Ладой Вестой Да Ну состояние Пока идеальное Потому что Машина По сути На обкатке Меньше тысячи Километров Она проехала Здесь у нас Защита С вырезами Да Хотя Опять же Чтобы Менять масло Придется Защиту Снимать Ну вот Пока Так выглядит Новый Рио Четвертого Поколения Итак По двигателю У нас 1.6 Топовый двигатель Для Рио 150 Ньютон-метр Разгон 10,2 секунды Здесь у нас Поколение Четвертое Здесь добавлен Фазовращатель На выпуск И изменение Геометрии Впуск И изменение Геометрии Выпуска Евро-5 Двигатель Немножко задушен Но с другой стороны Это дает возможность Для чип-тюнинга В принципе Мы этим и будем Заниматься Попробуем Насколько Улучшить Динамические Характеристики Рио Сравнивая с Вестой У Весты У робота На комплектации Комфорт Разгон был На двигателе 1.6 Где-то 14.1 По паспорту Тюнингом Добился 12.3 Здесь будет На самом деле Интересно Потому что Двигатель Очень сильно Задушен В плане Шумоизоляции Давайте посмотрим Что было интересно Здесь стоковая Я пока Ничего не делал Если посмотрим Под колесными Арками У нас уже Проклеено Потому что Очень многие Жалуются Что да Что у Рио Очень плохая Шумоизоляция Может быть Это было Характерно Для автомобилей 17-го года Для автомобилей Опять же 18-го года В комплектации Комфорт У нас уже Есть Какая-никакая Но Здесь Защита Есть у нас Виброизоляция Здесь И виброизоляция Насколько Сейчас я смогу Показать Так Как бы Сфокусировать Вот И я бы Не сказал Что на скорости 140 км в час В плане Шумоизоляции Она Хуже Или лучше Чем Веста Я бы сказал Что в принципе Они Одинаковые Но опять же Может быть Может быть В машинах 17-го года Шумоизоляция Была хуже Но безусловно Безусловно Шумоизоляция Здесь будет Доделываться Проклеиваться В плане шумоизоляции Багажника То здесь конечно Не густо Наклеена Небольшая Виброизоляция Никакого Шумоизоляции Здесь нет У Веста Действительно В багажнике Еще Лежал Толстый Ворс Завода В принципе Сзади Шумы Багажника Из-за этого Были чуть Ниже Здесь же у нас Сверху Кладется Скажем так Фанерка С ковролином И уже Коврик Ввиду этого Сзади Шумы Да Если вы едете По проселочной Грунтовой Дороге То в принципе В принципе Да Они будут слышны Чуть больше Чем на Весте Но опять же Не критично Как многие ругают Кстати Автоваз По Донкрату Специально Видео Для вас Металлический Донкрат Сейчас попробую Показать У Весты Донкрат Из пластика И зимой В принципе Некоторые говорили Что при подъеме Автомобиля Он просто трескался Здесь металл Металл Это надежно Давайте посмотрим Что под обивкой У задних сидений У РИО Так же как и у Весты Есть небольшая Виброизоляция Безусловно Количество Виброизоляции Здесь От таких Шумов От грунтовой Дороги От мелких Камушек Не спасает И Стук Камушек Слышен То есть По хорошему Здесь Нужно делать Шумоизоляцию Так И еще Небольшое Сравнение По дверям С Весты Это резинки Уплотнители На Вести Нет уплотнителя На двери Основная резинка На Вести Если вы помните У себя Посмотрите Только по кузову Идет Здесь же у нас Целиком Уплотнитель По кузову И целиком Не обрывается Как на Вести Здесь какой-то Лоскут А дальше Все обрывается Здесь у нас Целиком Идет резинка По контуру Двери На Вести Спорное Решение Идет Лоскут Внизу Иногда На Вести Лоскут Закрывает Дренажное Отверстие Здесь же Внизу Уплотнителя Нет Но По контуру Двери Идет Хороший Уплотнитель Зимой Мерзнуть Не будете Вот такое Небольшое Отличие По дверям Так Уселся Я метр девяносто Уселся Сам за собой Ноги Достаточно Жестко Впились В сиденье Чувствую Здесь арматуру На самом деле Опять же Сравнивая с Вестой Сидеть Признаюсь Некомфортно Плюс голова Немножко Упирается В потолок При росте Метр девяносто Безусловно Веста Здесь выигрывает Но об этом Все говорили Если сравнивать С Солярисом Сравнивать Вот с Рио Сейчас Вести Самим за собой Сидеть Было Намного Удобнее И приятнее Здесь Ну можно Куда-то Доехать Да Но На длинное Расстояние Три-четыре Часа Если водитель Рослый Не подвинется И вы Сами Рослые Метр девяносто Метр девяносто Пять То это На самом деле Будет для вас Ад А так На заднем сиденье В комплектации Комфорт Все по минимуму Единственное Что на Весте У нас В комплектации Опять же Комфорт Были Весла Здесь у нас Уже есть Стеклоподъемники Но В принципе И все Сиденье Складывается Здесь у нас Два к одному Никакого Подлокотника Для пассажиров Не предусмотрено Конечно Поребрик Или бордюр В принципе Полностью Не знаю Насколько видно Она Может Бампером Заехать И нигде Не чиркает Остается Правда Менее Сантиметра Но Заехать На поребрик Бампером Рео может В итоге Правильно ли я Сделал Продав Весту И взяв Рео Покажет только время Это будут Испытания Зимой Замеры скорости Посмотрим Рео на надежность В плане пробиваемости Подвески В плане надежности Электрики В плане Насколько она Подается Тюнингу И Скажем так Попробуем Что-то улучшить В плане Динамических Характеристик Об этом будут Новые видео Надеюсь вам понравится Спасибо и удачи